Бегал от следствия около 12 лет, но все равно оказался на скамье подсудимых. Верховный суд Татарстана начал рассмотрение уголовного дела в отношении 37-летнего Дениса Федотова. Мужчину обвиняют в преступлении, в котором он, как уверенный следователь, принимал участие еще в 2006 году. По версии обвинения, подсудимый причастен к похищению человека и грабежу. Из зала суда репортаж Айрата Назипова. На скамье подсудимых 37-летний Денис Федотов. По версии следствия, последний участник организованной группы, большинство членов которой были осуждены еще в 2007 году. Как следует из материалов уголовного дела, в январе 2006 года злоумышленники с целью получения выкупа похитили 19-летнего Рустена Шамсудинова. Подкараулив молодого человека на улице, они избили его, посадили в машину и, соблюдая все меры конспирации, отвезли в частный дом в поселке Нагорный. За освобождение заложника похитители планировали получить от его родителей порядка 100 тысяч долларов. Однако выдвинуть родственникам требования о выкупе они не успели. Похищенный молодой человек смог выбраться из дома, несмотря на то, что был привязан веревками к батарее. Через два дня, воспользовавшись тем, что охрана его куда-то исчезла, приставили к нему охрану, он разбил стекло в окне и через окно покинул это место, где его удерживали и сообщил о своем местонахождении и, соответственно, работникам полиции. После этого полицейские оперативно задержали пятерых подозреваемых. Их осудили на следующий год после похищения. В общей сложности члены группы получили от 6 до 12,5 лет лишения свободы. В настоящий момент некоторые из них уже освободились из мест заключения. Судьба Дениса Федотова в долгое время оставалась неизвестной правоохранительным органом. Шестой участник похищения годами скрывался от следствия. Его задержали лишь в январе этого года. Его роль заключалась в том, что, по сути, ну как обеспечивали охрану они. Они как те люди, которые должны были обеспечить безопасное передвижение, чтобы никто их не задержал. И таким образом и в последующем он в этом участвовал. В отношении Федота возбудили уголовное дело по статьям похищения человека организованной группы и грабеж с применением насилия. Свою вину мужчина не отрицал. Сегодня на судебное заседание не пришли двое потерпевших. По этой причине процесс отложили до 24 апреля. Айрат Назипов, Константин Бушуев, вызов 112.